Дональд Гамильтон. Шантажисты. Роман. Перевод с английского Александровского и Белявского. Ростов-на-Дону. Издательство «Профпресс». 1995 год. Аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. День складывался хорошо, пока мы не причалили к пристани, где нас поджидал связной. Не стану утверждать, что я с первого взгляда догадался, что это связной. Распознать их не так-то просто. Это был обычный, ничем не примечательный для Багамских островов человек, темнокожий и довольно небрежно одетый. Он болтал о чем-то с одним из береговых рабочих, поглядывая, как наш капитан умело направляет 50-футовый двухвинтовой катер в узкий канал. Сей сложный маневр капитан проделал с такой легкостью, что, казалось, я и сам без труда управился бы с этим, стоило мне только пожелать. К счастью, такого желания у меня не возникало. Я стоял на открытом кокпите в кормовой части и раздумывал, следует ли сделать что-либо полезное с лежащей рядом веревкой, простите, тросом, пока товарищ занят на носу. Как вы правильно догадались, я не лучший в мире специалист по мореходству. Тут к берегу приблизился человек и указал на эту самую веревку. Я бросил ее ему. Пока он обматывал веревку вокруг одного из больших причальных столбов, темнокожий мужчина поймал мой взгляд и сделал незаметный сигнал, неважно какой. Этим все и кончилось. В следующее мгновение незнакомец неспешной походкой направился вдоль пирса прочь и остановился неподалеку от портовой конторы, чтобы переговорить с еще одним темнокожим мужчиной. Тем временем я продолжал возиться с причальным тросом, пока меня не сменил на посту мой молодой товарищ. Как я уже сказал, день до сих пор складывался как нельзя лучше. Нам попались два парусника, да еще клюнул огромный голубой марлин, весом никак не меньше трех сотен фунтов. Видимо, из-за полной моей неопытности мы упустили оба парусника, а здоровяк ухитрился обмотать вокруг носа проволочную снасть, сорвать ее и скрыться. Тем не менее, я почти пятнадцать минут удерживал его на крючке, все эти триста фунтов, а для человека, который в своей жизни ловил разве что десятидюймовую речную форель, и это незабываемое впечатление, будет не сильным преувеличением сказать, что на крючок попался именно я. Подбираешь себе команду, если ты отправляешься в плавание не один, и можно расслабиться и перестать оглядываться по сторонам. Разве что кто-то сочтет тебя достаточно важной персоной и отправит вдогонку подводную лодку, но я слишком скромен, чтобы полагать, что разозлил кого бы то ни было до такой степени. В противном случае, на маленьком суденышке в десяти милях от берега ты застрахован от всяческих неожиданностей. К тому же, как я только что выяснил, поединок с действительно крупной рыбой доставляет немалое удовольствие, а все остальное время можно проводить, откинувшись в кресле, поглядывая на покачивающиеся за кормой поплавки, и старательно пытаясь забыть о всевозможных вещах, среди которых не последнее место занимала милая особа по имени Лаура, моя коллега, которую вызвали на работу несколько недель назад, когда мы только начинали вместе наслаждаться отдыхом во Флориде. Ну, пожалуй, определение «милое» в данном случае не слишком соответствует общепринятым стандартам. Среди моих коллег нет милых людей. Тем не менее, я нашел ее достаточно приятный и привлекательный, несмотря на некоторые ярко выраженные феминистские наклонности. И вот, настал мой черед распрощаться с отдыхом. Я быстро подытожил ситуацию. После того, как меня покинула Лаура, я слонялся в окрестностях Флорида-Кис, иногда рыбачил и как-то наткнулся на весьма известного техасского бизнесмена и спортсмена, человека с довольно разветвленными политическими связями, который почему-то вбил себе в голову, что некогда я оказал ему услугу. Сам же я до нашей встречи едва ли подозревал о его существовании. Судя по всему, он располагал неплохими источниками информации в Вашингтоне, возможно, даже слишком хорошими, из которых узнал обо мне и о недавно проделанной мной работе, имевшей некоторую политическую окраску. Ну, правда, наряду со мной в операции участвовали многие другие агенты. Успешное окончание каким-то образом уберегло от неприятностей Большого Билла Хазалтайна, после чего он загорелся желанием продемонстрировать свою признательность, для чего и выбрал меня. Мне предлагалось узнать, что такое настоящий океан, порыбачив недельку, в местном частном клубе, где, по его словам, водились такие рыбы-мечи, что и в воду-то заходить страшно. Волкерский, произносит он «ки», точно так же, как и во Флориде, представляет собой крайнюю, совершенно необитаемую северную точку на Багамских островах. Последние же, в свою очередь, на случай, если вам это неизвестно, входят в состав иностранной державы или доминиона, именуемого Британской Вест-Индии, или БВИ, ближайшая часть которого расположена примерно в сорока милях к востоку от Майами. Я этого не знал и был весьма удивлен. До сих пор мне никогда не приходилось бывать в здешних местах, и я почему-то полагал, что Багамы находятся где-то к югу от Кубы, в Карибском бассейне, а, может, еще дальше, на восток, в Атлантическом океане, неподалеку от Бермудских островов. В действительности же, Уолкерскей, хоть и удаленный немного к северу, оказался всего в чаще полета из аэропорта в форт Аудердейл, вдоль побережья Флориды от Майами. Довольно тихоходный, неуклюжего вида гидроплан принадлежал человеку, гостеприимством которого мне предстояло воспользоваться. К некоторому моему разочарованию он не опустился прямо на воду, а осел на бетонную полосу, которая занимала большую часть маленького островка. Остальная часть земельного владения отводилась под нужды клуба, плавательный бассейн, коттеджи, вспомогательные строения и, наконец, акватория с своими службами. Чтобы лишний раз убедить нас в том, что мы приземлились на территории иностранного государства, нас приветствовал чернокожий багамский таможенник, однако мы еще на борту самолета успели заполнить несложную въездную декларацию, так что пилот сам уладил все формальности. С трудом верилось, что все это произошло только вчера утром. Проведя в море полтора дня, я вошел во вкус этой рыбачьей жизни, и еще мгновение назад не думал ни о чем, кроме рыб. Теперь приходилось соображать, как быстро выбраться отсюда, не привлекая к себе внимания, найти относительно безопасный телефон и позвонить в Вашингтон. Передано мне сообщение означало «немедленно свяжись с нами», что подразумевает повышенную срочность, но отнюдь не снижает требования к секретности. Существует также сообщение «просто свяжись с нами». В этом случае можно спокойно рассчитать свое время, убедиться наверняка, что ты не вызываешь интереса и за тобой не следят, и, наконец, сообщение «свяжись как можно быстрее», означает «бросай все» и «хватайся за ближайший телефон, не думая о последствиях». Я прошел поблагодарить капитана и спутника за прекрасно проведенный день, но мысли мои витали далеко. Оставалось надеяться, что они этого не заметили. Эти люди весьма снисходительно отнеслись к неумелому новичку. Сойдя на берег, я невольно ощутил некоторое сожаление, совершенно ничем не обоснованное. Ни раз и ни два меня бесцеремонно заставляли работать, забывая, что я тоже право имею на отдых. Сейчас дело обстояло совершенно иначе. Я бездельничал большую часть лета, так что жаловаться не приходилось. И все-таки я, с сожалению, вспоминал о рыбе, которая сорвалась у меня сегодня. Подожди, Мак, еще день-другой, я бы наверняка отыгрался. Я прошел вдоль пирса, поднялся по холму мимо плавательного бассейна к главному зданию и зашел в офис, чтобы выяснить, как обстоят тут дела с телефонной связью. Телефонная компания, конечно, не протягивает свои провода к островам, расположенным за сотню миль от берега посреди Атлантического океана. Я знал, что в клубе налажена радиосвязь, мачтовая антенна видна издалека и выдерживается определенный график. Следовательно, меня, по всей вероятности, могли соединить с любым номером в Штатах через ближайшего морского оператора на континенте. Однако при этом мою беседу с Вашингтоном могли слышать на любом находящемся между нами судне с радиоустановкой, а темы, которые предстояло обсуждать, вряд ли предназначались для посторонних ушей. Я недооценил Макка. Он позаботился обо всем. Сидевшая за столом худощавая, ржеволосая девушка с добродушным выражением на усыпанном веснушками лице быстро посмотрела на меня. — А, мистер Хелм, — проговорила она, — как Ваш успех? — Мы подцепили здоровенную голубенькую штучку, но я ее упустил, — ответил я. — Сочувствую. То есть я в самом деле Вам сочувствую, потому что у меня здесь для Вас послание от мистера Старкведера, Джонса Старкведера, редактора Аутурс Магазин. Оно только что поступило. Завтра вечером он прилетает в форт Лоудердейл и просит, чтобы Вы с ним поужинали. Он говорит, что это важно, что это связано с фотографиями, которые ему очень нужны. В былые времена мне приходилось зарабатывать на жизнь с помощью фотоаппарата, а иногда и садиться за пишущую машинку. Мы время от времени все еще пользовались этим прикрытием. Однако представлялось маловероятным, чтобы редактор какого-нибудь журнала до сих пор помнил мою фамилию, да еще и был расположен ко мне настолько, чтобы угощать ужином. Тем не менее, я бы не стал сразу отметать такую возможность, если бы человек на причале не подготовил меня к какой-нибудь хитроумной уловке. «Проклятие!» — сказал я. «Вот тебе и рыбалка!» Он сказал, где и когда. «В ресторане на крыше отеля Янки Клиппер. Завтра в семь вечера. Он остановится там же, в отеле, и зарезервирует номер для Вас. Если Вы не разражаете, мистер Хелм, я запишу Вас на завтрашний самолет. Вам нужно будет прийти с вещами сюда около десяти». Пролетая над островом на следующее утро, я разглядел большой белый катер, лениво покачивающийся в водах акватории, и опять ощутил нелепое сожаление. «Убивать массу времени и сил на то, чтобы поймать огромную рыбу, которую ты даже не станешь есть, просто глупо!» — твердо заявил я себе. «Будто мне и без того не хватает острых ощущений. Маг обеспечит меня ими с избытком, можно не сомневаться, за ним не пропадет». Я не стал гадать, в какую историю это выльется. Просто сидел и наблюдал за легкими, меняющимися цветами, всеми оттенками голубизны и зелени с редкими коричневатыми проблесками отмели. Мы пересекали обширную малую Багамскую отмель, именуемую так, чтобы отличить ее от большой Багамской отмели, расположенной дальше, к югу. Промелькнула пара крохотных островков, каждый из которых уступал у Олкерской, а затем оконечный значительно большего острова из группы Больших Багам. Несмотря на свою величину, мне сказали, что четвертый по размерам среди Багамских островов, и с самолета видна была только часть его, остров казался не слишком высоким, и мне невольно подумалось, что достаточно ему погрузиться в море всего на несколько футов, и на поверхности не останется ничего, кроме нескольких неприятных рифов, наполовину скрытых под водой. С другой стороны, стоило ему подняться всего немного, и мы бы стали свидетелями величайшего переселения народа на новый необжитой континент у самого побережья Флориды. Не сомневаюсь, что торговцы недвижимостью ночей не спят, ломая голову над тем, как избавиться от всех этих бесконечных, прекрасных, затерянных и бесполезных вод, чтобы выстроить на освободившейся земле свои грязные маленькие домишки с полями для гольфа. Вскоре мы оказались над фиолетово-голубыми водами гольфстрима, мне сообщили, что глубина здесь около тысячи футов, а затем начали снижаться к аэропорту Форт-Лоудердейл. Таможенный досмотр прошел неожиданно быстро и легко, во всяком случае в сравнении с той пыткой, которую учинили мне американские таможенники во время последнего возвращения из Мексики. Может быть, все дело в том, что на Багамах не занимаются выращиванием конопли, мака и коки. Просто здорово, что возвращение на родину может казаться таким простым и приятным. Однако в то же время невольно задумываешься, стоит ли подвергать долгой, утомительной и унизительной процедуре миллионы честных, прямодушных, обожающих мартини американцев лишь за тем, чтобы избавить несколько человек от их особенно вредной привычки. Догадываюсь, что на философский лад меня настроила перспектива возвращения к трудовой деятельности после нескольких месяцев блаженного безделья. Никто не оставлял для меня никаких посланий в отеле Янки Клипперс, узком семиэтажном строении, возвышающемся над широким белым пляжем, который я мог видеть из окна своего номера на третьем этаже. Вдали, в голубых водах Гольфстрима, над которыми я совсем недавно пролетал, виднелось несколько яхт, а чуть ближе к берегу, там, где вода была более бледной, ее рассекали ктира. Коридорный продемонстрировал мне вид из окна, телевизор и ванную. Я дарил его чаевыми, воспользовался ближайшим, идущим вниз лифтом и нырнул в телефонную кабинку в холле, которую приметил по пути в номер. Это Эрик, представился я, когда в трубке раздался голос Мака. — Павел Минск, — сказал он. — По сообщениям направляется в Нассау, остров Нью-Провиденс, БВИ. Требуется выяснить, зачем, и принять соответствующие меры. Мистер Минск, наш старый должник. — Да, сэр, — сказал я. Мне это не понравилось. Вашингтон выкинул свой обычный дешевый трюк, дабы извлечь двойную пользу из одного агента. Мало того, что одну из крупнокалиберных фигур противоположной стороны, человека, за которым уж давно охотились, наконец, обнаружили на открытой территории, где ей можно заняться без всяких помех. Ненасытным джентльменам, которые дают указания Маку, этого показалось недостаточно, хотя именно они многие годы отчаянно требовали от нас предпринять некие решительные меры в отношении этого самого человека, но с условием, чтобы все было сделано, достаточно осмотрительно. Теперь же, когда нам удалось выйти на искомую цель, и, во всяком случае, этого можно было в скорости ожидать, мне предлагалось посланяться в окрестностях, изображая из себя супершпиона, надо бы узнать, за какой надобностью он здесь появился, и лишь потом заняться им непосредственно. Это, знаете ли, все равно, что идти по пятам за тигром-людоедом, со строгим наказом, в точности выяснить, какого именно туземца большая кошка намечает в качестве следующей жертвы, и только потом стрелять. Иными словами, на самом деле никто не испытывал ни малейших сомнений, зачем Павел Минск, также известно, как Пауль Минский, или Павло Меншеский, или просто Минск, направляется в Нассау, если его действительно потянуло в эти края. За пределами собственной страны Минск путешествовал с единственной целью. Оставалось лишь ответить на вопрос «кто?». Меня так и подмывало поинтересоваться у Мака, почему высокопоставленные господа, которые так отчаянно нуждаются в информации, не расщедрились для этой цели на парочку своих гениальных разведчиков. В конце концов, поиск ответов на вопросы скорее их, чем моя специальность. Пусть выясняют все, что им вздумается, а уж потом приглашают меня. Я не задал этого вопроса, только потому что и так знал ответ. Всевозможные шпионские организации и так распростились с немалым количеством своих разведчиков и контрразведчиков, и все благодаря Минску. Он охотился на них не менее успешен, чем мангуст охотится на гадюк. Вовлеченные в эту историю бюро и департаменты утратили всякое желание рисковать еще кем-либо из своих ценных, натренированных парней и девушек в столь опасном соседстве, и выбор пал на меня. — Да, сэр, — угрюмо сказал я, — отель Бритиш Келлоунил. — Да, сэр. — Подробности ты узнаешь сегодня за ужином, — продолжал маг. — Во время назначенной тебе встречи. — Да, сэр. — Не слышу в твоем голосе радости, Эрик. — Я-то думал, ты успел устать от безделья и обрадуешься любой работе. — Тоже мне шутник. Но вслух я сказал только. — Это в некотором роде зависит от работы, сэр. — Если ты считаешь, что Минск тебе не по зубам, идите к черту, сэр. Вы прекрасно знаете, что наши с ним шансы по любым критериям примерно равны. Мы оба профессионалы, специализируемся в одной области, и, с вашего позволения, неплохие профессионалы. Это означает игру 50 на 50, или возможность такой игры. Но если мне предлагается в течение пары дней околачиваться вокруг него, изображая из себя человека-невидимку, прежде чем приступить к делу, его шансы значительно возрастают. Знаю, и мне это не по душе, но таковы приказы. Ты можешь отказаться. — И тогда бы отправить туда какого-нибудь другого беднягу, проделать ту же работу с теми же дурацкими оговорками, возможно, Лауру, а я буду винить себя за его или ее смерть. Нет, спасибо. — Кстати, имена Лаури я и подумывал в качестве альтернативы, — спокойно заметил маг. — Она в скорости должна вернуться в страну. Не сомневаюсь. — Будь жива моя мать, вы бы и о ней вспомнили. За долгие годы совместной работы я успел привыкнуть к этой игре. Мак начал ее. Он же ее и закончил, сказав. — Итак, Эрик, отель British Colonial. — Где и как найти наших местных людей, ты знаешь. — Насколько нам известно, а за точность информации я не ручаюсь, Минск появится послезавтра. Можешь использовать время для ознакомления с городом, по-моему, там еще не бывал, и не забывай, нам не хотелось бы международных осложнений. Осмотрительность обязательно. — Да, сэр, обязательно. — Разрешите вопрос, сэр. — Да, Эрик. Мне его остановить или нет? — Что ты имеешь в виду? — Вы знаете, что я имею в виду, — сказал я. — Иногда, даже имея дело с Маком, нельзя забывать, что все бюрократы одним миром мазаны, и их приходится подпирать к стенке. — Я должен сделать свое дело до или после того, как он сделает свое. — Ты считаешь, что его визит на Багам и преследует деловые цели? — Насколько нам известно, это единственное, что могло заставить его вылезти из своей московской норы. Мак поклебался, потом сказал. — Мне кажется, по большому счету, было бы неплохо, если бы мистера Минска постигла неудача в его последнем деле. Однако принципиального значения это не имеет. — К счастью, у нас нет точных указаний на этот счет, а мы не гуманисты из армии спасения. Оставляю вопрос на твое усмотрение. — Да, сэр. Я повесил трубку и тут вспомнил, что забыл его кое-чем спросить. Раньше я просил его навести справки об Уильяме Д. Хазелтайне, техасском магнате, которому так и захотелось отправить меня порыбачить в Олкерскей. Увы, мы занимаемся скверным, опасным ремеслом и в скверном, опасном мире. И когда хороший знакомый от всего сердца угощает тебя шоколадным батончиком, опытного агента первым делом тянет проверить его на наличие цианистого калия. Не исключено, что большой Билл и в самом деле был тем, кем казался, богатым техасцем, который любит оплачивать свои долги, но не исключено и другое. Хотя, если б наши люди наткнулись на что-нибудь интересное, маг и сам бы мне сказал. А может и нет. По странному стечению обстоятельств я оказался под рукой на Багамах, где никогда не бывал раньше, как раз в тот момент, когда мистер Павел Минск сам или с чьей-то легкой руки вздумал посетить Нассау. Я не слишком верю в подобные совпадения. И потому предупредил себя, что обычные осмотрительности, которые естественно проявлять, имея дело с воскоклассным коллегой профессионалом, тут может оказаться недостаточно. Не исключено, что на этом зарубежном острове у самого побережья Флориды затевается большая, таинственная игра, а гениальные стратеги в Вашингтоне и где-то еще хладнокровно выставляют нас с Минском на исходные позиции, подобно фигурам на шахматной доске. На данном этапе игры, если это и в самом деле была игра, все они наверняка чувствуют себя ужасно умными, в строжайшей тайне, подготавливая беспроигрышные, на их взгляд, секретные гамбиты. Чуть погодя, после нескольких неожиданных ходов с обеих сторон фигуры на доске безнадежно перемешаются, и тогда оставшимся пешкам придется самостоятельно додумывать, какую партию предполагалось разыграть, и действовать сообразно с обстоятельствами, благоразумно пропуская мимо ушей испуганные окрики дезориентированного и взволнованного начальства, которое не имеет ни малейшего представления о происходящем, сидя в своих уютных кабинетах за тысячи миль отсюда. Вы только не подумайте, что Мак и в самом деле способен сильно волноваться. Нет, столь человеческие эмоции не для него. Насколько мне известно, он вообще никогда не волнуется. Однако нельзя сбрасывать со счетов дуболомов из высшего эшелона власти, у которых поджилки начинают трястись уже при одном намеке на осложнение международных отношений, что, впрочем, не мешает им отдавать сумасшедшие, бессмысленные распоряжения, которые Мак обязан принимать к исполнению. На назначенный в семь часов ужин я намеренно явился заранее. Я не имел ни малейшего представления, кто такой мистер Джонас Старк-Ведер и как его узнать, а команды украсть петлицы белыми гвоздиками не поступало. Поскольку мне было неизвестно, кого искать, а ему, по всей вероятности, известно, я за пятнадцать минут до назначенного времени зашел в прилегающий к ресторану бар, заказал мартини и сел у окна, глядя на распростерший со семью этажами ниже пляж, голубой Атлантический океан и суда. Самое смешное, несколько угрюмо подумал я, что меня в последнее время зачисли чуть ли не в специалиста по судоходству. Поскольку мне довелось выполнять несколько заданий с использованием различных средств передвижения по воде, по большей части с помощью настоящих моряков, которые, к счастью, для меня оказались под рукой. Сам же я родился почти в центре континента и удостоился знакомства с соленой водой, лишь занявшись своим теперешним ремеслом, когда проходил в Анаполисе краткий курс обучения, предназначенный для агентов, которым не помешает знать кое-что на этот счет. Однако и в данной области человек становится экспертом в глазах окружающих столь же быстро, как в любой другой. Достаточно пару раз доказать, что ты умеешь обращаться с взрывчаткой или автоматом, и вот ты уже первоклассный, минер, лептный боевик. Меня не оставляло чувство, что в результате успешного завершения моих последних водных операций для Мака я автоматически превратился в специалист по навигации, человека, незаменимого там, где предполагается действие на воде. Что и явилось одной из причин, по которым для работы на Багамах он выбрал именно меня. Воды здесь хотя добавляй. Мысль эта не доставила мне особого удовольствия, и я решил, что, если утром перед отплетом в Нассау удастся выкроить немного свободного времени, надо будет отыскать книжный магазин и обзавестись экземпляром солидного тома, именуемого «Каботажное плавание, морская практика и управление малыми судами», который, как меня заверили, незаменим для любого, кто намерен всерьез заняться малыми судами. Мат, сколько лет, сколько зим! Я быстро оглянулся. Рядом со мной остановились двое, обратился ко мне мужчина, которого я не знал, высокий, худощавый, сутловатый, с роговыми очками на лице, явно, возможно, даже слишком явно, редактор, которого согнули долгие годы за завальным руками смистолом. Не сомневаюсь, что на самом деле он умел обращаться с пистолетом, как минимум неплохо владел ножом, а, возможно, еще и практиковал дзюдо или карате. Тем не менее, интеллектуал он изображал весьма убедительно. Я поднялся и протянул ему руку. — Джонас! — воскликнул я. — Мой любимый скряга-редактор, что подвинул тебя поплавать ужином недостойного фотографа. Мужчина, выступающий в настоящий момент под фамилией Старкведер, улыбнулся. По правде говоря, идея принадлежит не мне. Я приехал сюда, чтобы заняться статьей о Билли Хазлтайне, а он рассказал, что недавно повстречал тебя в Кииз и считает, что ты как раз тот человек, с которым он мог бы работать. Пока я обменивался рукопожатием с Хазлтайном, Старкведер продолжал. — Не знаю, Мат, насколько ты знаком с этим парнем, но он отличный яхтсмен и рыбак и только что побил мировой рекорд по ловле Тарпона на шестифутовую бечевку. У него есть и несколько других примечательных достижений в этой области. А Ут-Дурс намерен поместить статью, которая бы представляла его в деле с множеством цветных фотографий. Ладно, давайте отыщем наш столик и пропустим по рюмочке. Мат, ты можешь прихватить свою с собой. Он повел нас в соседнюю столовую, на ходу говоря, Тарпон не совсем подходит для нашей статьи. Эта рыба водится слишком близко к берегу, а тунец вряд ли кого-то заинтересует. К тому же и ту, и другую сейчас не так-то просто найти. Парусник и белая марлинь обычно мелковаты, хотя в принципе могут сойти, но предпочтить не всего была бы голубая марлинь, если Билу удастся ее подцепить и удержать достаточно долго, чтобы ты успел сделать снимки. Например, мы попросим Билла попытаться поставить для нас мировой рекорд в ловле голубой марлини на шестифутовую бечевку. Ну, конечно, эта дурацкая нитка не выдержит даже рыбу средних размеров, но мы можем акцентировать внимание читателя именно на этом моменте, подчеркну, что для установления рекорда ловли крупной рыбы на сверхтонкую леску главное поймать достаточно скромный экземпляр. Говорил он настолько громко, что не слышали нас разве что те, кто не хотел слушать. Потом на мгновение замолчал, посмотрел на часы и продолжал. К сожалению, я должен успеть на самолет, у меня осталось всего несколько минут. Прости, мат, неожиданные дела. Ужин в любом случае за мой счет. Главным для меня было свести вас, чтобы вы обо всем договорились. Вам нужно будет подыскать симпатичную лодку для рыбалки, возможно, лодку для охоты на день-другой, только, пожалуйста, не забирайтесь на отмель. Это был отличный спектакль. Он оставил нас десять минут спустя, так не перестав говорить. Поэтому в первое мгновение мы с Хазлтайном облегченно вздохнули в наступившей тишине и улыбнулись друг к другу. — Как вы провели время, Волкерс? — спросил Хазлтайн. — Не стоит об этом, — сказал я. — О рыбе мы еще успеем поговорить. — Конечно. Хазлтайн поколебался и тихо заговорил. — Что вам известно о бермудском треугольнике? — Хэлм спросил. Богатые техасы делятся на два типа. Долговязые ковбои, которые нажили свои деньги на скоте, и коренастые тяжеловесы, разбогатевшие на нефть. Строго говоря, между ними нет четкой границы. Представители обоих типов успели попережениться, а потому зачастую долговязый образец с внешностью Гарри Купера распоряжается пастбищем, полным нефтяных скважин, а массивный господин с фигурой борца выгуливает на своем пастбище коров. Но в любом случае каждый из пастбищ по размерам не уступает рот Айленду. Рот Хазлтайн однако по-видимому не нарушал чистоты породы с тех самых пор, как первый, оставивший свое имя в истории твердолобый представитель этой фамилии пробурил свою первую нефтяную скважину и окрестил ее Лулубель номер один, или как-нибудь в этом роде, в зависимости от того, как звали его жену или тогдашнюю подружку. Мое несколько ироничное отношение в данном случае вызвано тем, что вырос я в штате Нью-Мексико, но не слишком богатых людей, которые недоверчиво относятся к чудачествам своего огромного богатого соседа и его преуспевающих обитателей, можете называть это завистью. Ростом большой Билл Хазелтайн был не менее шести футов и весил около двухсот пятидесяти фунтов, весьма малая часть которых приходилась на жир. Его покрывал ровный коричневый загар человека, который прилагает немало усилий к тому, чтобы равномерно загореть. Кожа совсем не походила на дубленную, обветренную кожу человека, которому по неволе приходилось работать на открытом воздухе и принимать все, что уготовит ему солнце и ветер. У него были широкие индейские скулы и прямые, жесткие, черные индейские волосы, сохраняющие следы расчески, и еще карие глаза. сейчас они смотрели достаточно дружелюбно, но я сомневался, что они сохраняют то же выражение, когда этот человек выпьет или сочет, что его обманули, а также, если к фамилии Хазел тайно отнесутся без должной почтительности. про себя я решил, что если когда-нибудь возникнет потребность утихомирить этого парня, начинать надо, пока он не смотрит и пользоваться при этом дубинкой, уж слишком он большой и в слишком хорошей форме, чтобы беспокоиться о честных и нечестных трюках. Простите, сказал я, я всегда был слаб в геометрии, единственный треугольник, который я припоминаю, назывался равнобедренным, это место, именуемое также Багамским треугольником, пояснил Хазел тайно, его еще называют Атлантической Сумеречной Зоной, треугольником Дьявола, треугольником Смерти и морем исчезнувших кораблей. Предполагается, что там то ли внезапно возникают гигантские водовороты, достаточно большие, чтобы поглотить солидный танкер или сухогруз, то ли водятся огромные морские чудовища, которые обожают питаться моряками и пилотами самолетов, то ли бушуют штормы, способные разнести суда и самолеты на мелкие кусочки, то ли залетают невероятно враждебные и неопознанные летающие объекты с необычайно эффективными лучами-испарителями на вооружении, выбирайте на свой вкус. «И каковы же границы этой смертельной зоны?» спросил я. «Вы уже побывали в ней, когда отдыхали в Волкерской», сказал сгорелый мужчина, пристально глядя на меня. «Разные специалисты определяют границы по-разному, но в общих чертах линии ведется из точки неподалеку от побережья Соединенных Штатов на восток к Бермудам, потом на юго-запад в окрестностях Пуэрто-Рико и назад вдоль Кубы и Флориды в исходную точку. Некоторые авторы отодвигают восточный угол до самых Азорских островов, а южный помещают возле Тобаго, но это не слишком раздвигает границы». «Да, в любом случае воды там предостаточно», задумчиво проговорил я. «Если я правильно представляю картину, единственная имеющаяся в наличии земля, за исключением крайних точек, сосредоточена на Багамских островах и Багамских отмелях, хотя последние, над которыми мне, кстати, довелось прилетать недалее, как сегодня утром, можно назвать землей только с большой натяжкой. Ну и что же вытворяют эти наводящие ужас шторма и морские чудовища?» «В этих местах исчезают корабли и самолеты», ответил Хазлтайн. «Вам когда-нибудь приходилось слышать о Джошуа Слокуме?» «Это тот старик, который обогнул мир под парусом в одиночку, задолго дочи Честера и всех остальных, да?» «Конечно, я о нем слышал. раим ухо». Слокум был опытным мореплавателем и, как вы правильно заметили, впервые в одиночку совершил многосветное путешествие на своей маленькой яхте. Трудно найти более опытного моряка. В 1909 году капитан Слокум вышел на спреи из Майами и взял курс на Вест-Индию, острого внутри треугольника. С тех пор его никто больше не видел. Ровно не было найдено никаких следов ни его, ни его яхты. Хазлтайн прочистил горло. В 1918 году угольщик Циклопс вышел с Барбадоса и направился на север через треугольник и исчез. В 1945 году эскадрилья из пяти самолетов поднялась в воздух с воздушной станции ВВС здесь форт Лоудердейли и опять же пропало все пять самолетов. Несмотря на интенсивные поиски в море и с воздуха не было обнаружено даже обломков. В 1958 году спортивная яхта Ревонок на счету которой числа снимала успешных гонок чрезвычайно надежный судн с опытнейшим шкипером исчезает внутри треугольника пути из Киево Эст в Майами. Я не утомил вас, партнер. Похоже, он умел включать и выключать техасский акцент. А ведь это всего лишь выборочные истории. Суммируя все случаи, упоминания, которых мне удалось отыскать, вернее, только те из них, которые подтверждены достаточно достоверно, я почитал, что лишь в нашем столетии в этих местах просто растворились в воздухе более тысячи человек на кораблях, лодках и самолетах. Он нисколько меня не утомил, но я никак не мог сообразить, что связывает коварные глубины океана с человеком по имени Павел Минск, который должен быть завтра, нет, послезавтра в Нассау. А что потеряли там вы, Амиго, спросил я. Когда он бросил мне резкий взгляд, я улыбнулся и сказал, простите, но вы не слишком похожи на человека, который станет заниматься исследованиями этого заколдованного моря, не имея в том личного интереса, не так ли? В мгновении Хазлтайнер смеялся. Сдаюсь. Мне следовало ожидать, что вы об этом догадаетесь. Человек в Вашингтоне сказал, что с головой вас все в порядке. Я не пришел к определенному выводу, как мне следует отреагировать на это упоминание о Маке, если имелся в виду действительно Мак, и потому предпочел нейтрально заметить, весьма любезно с его стороны. Кроме того, он сказал, что вы жесткий, хладнокровный человек, превосходно умеете обращаться как с огнестрельным, так и с холодным оружием, непобедимый в рукопашной, да и, к тому же, еще и оптный моряк. Другими словами, именно тот человек, который мне нужен. Все-таки не похоже, чтобы это был Мак. Во всяком случае, мне он ничего подобного не говорил. Понятно, сказал я. Послушайте, Хелм, продолжал Хазлтайн, я привык только к первому классу и всегда выбираю все самое лучшее. Видимо, в данном случае это вы. Правда это или нет, но звучит приятно, заметил я. Продолжайте. Знаете, что представляет собой обычный частный детектив? Крысоподобный маленький человечек, который прекрасно умеет незаметно следить за людьми, устанавливать жучки в номерах мотелей и добывать откровенные фотографии в добавку к уличающим пленкам. Но покажи ему пистолет, и он превратится в желе. Когда я услышал, как вам известно, у меня неплохие связи среди политиков, когда мне рассказали о работе, которую вы проделали по другую сторону Флориды прошлой весной, я понял, что вы именно тот человек, который мне нужен. Я подтянул за кините, и вот в конце концов вышел на нашего общего друга в Вашингтоне. Он не часто показывается на публике, правда? Чтобы найти его, пришло затратить массу сил и денег. Он всегда сидит перед этим ярким окном. И из-за этого блеска я не смог разглядеть его даже настолько, чтобы узнать при встрече на улице. Возможно, этого он и добивался, заметил я. Как бы то ни было, я сделал ему предложение, спокойно продолжал мужчина. Я доказал ему, что в его интересах, в делах, которыми он занимается, друзья никогда не помешают судить мне на недельку-другую одного из своих лучших людей. Он упомянул об этом настолько равнодушно, как будто речь шла о покупке хорошей удочки, разумеется, в лучшем спортивном магазине города. С тем же успехом он мог заявить, что уговорил нынешнего говера выдать ему напрокат одного из ФБРовцев для небольшой частной работы, которую он хазалтайн задумал. Представлялось достаточно удивительным уже то, что подобное могло прийти этому парню в голову, но излишек денег нередко сказывается на умственных способностях человека, заставляя его в большей или меньшей степени поверить, что весь остальной мир предназначен исключительно для удовлетворения его потребностей. Невероятным было то, что Мак, похоже, принял его предложение и покорно согласился выдать правительственного агента, то бишь меня, в распоряжении этого чокнутого техасца. Я, конечно, ни на мгновение в это не поверил и допустил серьезную ошибку. Я никогда не считал, что Макс за исключением случайных проявлений сухого сарказма особенно силен по части юмора, но на этот раз он явно слегка подшутил над большим белым хазл тайным. Мне же предлагалось поучаствовать в розгруши, но в Багамах или в их окрестностях назревало нечто любопытное. Возможно, сидящий напротив меня загорелый мужчина каким-то образом замешан в эту историю. Пусть себе считает, что он меня нанял или купил. Мне так будет легче за ним приглядывать. В то же время совершенно не исключено, что дело хазл тайно никак не связано с нашим, а Мак просто воспользовался случаем сэкономить на расходах, позволив богатому дурачку обеспечить мне надежное прикрытие. Шишки, которые посыпятся на мою голову. Когда хазл тайно обнаружат, что его использовали, Мак естественно во внимание не принимал. Мне предлагалось самому позаботиться о собственной персоне. А учитывая, что очень скоро за мной начнут охотиться безжалостные русские убийцы и крутой техасский миллионер, по неволе придется соответствовать лесным характеристикам начальства, если хочешь остаться в живых. я улыбнулся. Что ж, история о вашей благодарности за некую мифическую услугу сразу показалась мне мало убедительной, заметил он. «Итак, мне предстоит поработать на вас неделю-другую». «Вернее, мы будем работать вместе, напарник». «На удивление тактично», сказал я. «По правде говоря, вы уже три дня занимаетесь этим делом, с тех пор, как отправились волкеркой. Мне хотелось, чтобы вы поближе познакомились с островами, а заодно заставили местных ребят поверить, что вы всего лишь начинающий рыболов, одержимый страстью самому поймать большую марлинь. Даже когда щелкаете фотоаппаратом для гипотетической статьи о великом Хазл Тайне, который ловит тысячефунтовую рыбину на шестифутовую бичеву, чушь собачья. Вы когда-нибудь ловили на эту штуку? Да она разрывается под собственным весом, стоит позволить рыбе размотать ее на какую-то сотню ярдов. Если у вас нет хорошей лодки и по-настоящему опытного шкипера, который умеет буквально удерживать рыбу за хвост, можно сразу отказаться от этой затеи. Он скривился. Как у вас дела с фотоаппаратом и пленками? Их хватит, чтобы произвести соответствующее впечатление, куда бы нас ни занесло. Если нет, лучше утром побегать по магазинам и всем запастись. На что я ответил. Мне придется сделать небольшой крюк и заглянуть в носау, мистер Хазлтайн. Я надеюсь найти там все, что понадобится. Большая часть у меня уже есть. Некогда мне действительно приходилось зарабатывать этим на жизнь. Кто посылает вас в носау, этот человек из Вашингтона? Карие глаза Хазлтайна сузились и на мгновение стали тоскловатыми и неприятными. Мы договаривались, что вы поступаете в полное мое распоряжение. Думаю, мне следует ему позвонить и прояснить. Успокойтесь, мистер Хазлтайн, сказал я. Как бы то ни было, мне сдается, что эта поездка как-то связана с Вашим делом. Мне хотелось бы разрешить свои сомнения, прежде чем что-либо предпринимать. Не могу поделиться с Вами подробностями, потому что тут замешаны люди, о которых Вам не следует знать. Нужно же показать, что мы соблюдаем секретность. Да, конечно. Он продолжал с недоверием разглядывать меня и имел на то все причины. Последнее мое заявление основывалось исключительно на соображениях дипломатии. Нельзя сказать, что я намеренно говорил неправду, но и в том, что это правда, я был далеко не уверен. Хазлтайн медленно расслабился. Ну, ладно. Раз же Вам хочется немного поиграть в секретного агента, думаю, с меня не убудет. Мы доберемся в любое нужное нам место и из Насау, как только Вы будете к этому готовы. Кстати, с чего это тебе вздумалось величать меня мистером Хазлтайнам, мат? Я улыбнулся. В нашем деле предпочтительно проявлять уважение к большим шишкам, Билл, во-первых, завоевываешь их расположение, а во-вторых, культивируешь в них иллюзию неуязвимости на случай, если все-таки придется в них стрелять. Он улыбнулся мне в ответ. Мы стали друзьями, почти друзьями. Хотел бы я быть уверенным, что ты шутишь, сказал он. Бьюся об заклад, ты пристрелишь меня без малейших колебаний, если я встану на твоем пути. Тебя не интересует, что я намерен искать с твоей помощью. Это в море исчезнувших кораблей, я пожал плечами. Ладно, раз уж тебе хочется, валяй, рассказывай, но после твоего недавнего вступления я могу предположить, что его зовут Фипс, Уэллингтон Фипс. По крайней мере, это единственный человек, о котором мне доводило слышать пропавший за последнее время в этих местах. Кстати, припоминаю, что в связи с ним упоминался и ужасный треугольник. Кажется, состоятельный подрядчик с западного побережья, который приплыл сюда на своей яхте, чтобы поучаствовать в регате, а мета-2, не знаю, что это означает, пропал какое-то время назад по пути из Бермуд в Палм-Бич. Об этом рассказывали по телевизору. Типичное исчезновение из ряда тех, о которых ты рассказывал, не уцелевших, не спасательных жилетов, никаких либо обломков. Курс с Бермуд в Палм-Бич пройдет чуть севернее богам, не так ли? Хазлтайн медленно кивнул. Лицо его оставалось серьезным. Окей. Значит, ты и вправду умеешь соображать, как сказал твой босс. Ты ошибся только в одной детали. Меня совершенно не волнует, что стрясло со стариной гулякой Фипсом. Нет, я, конечно, не желаю ему зла, но если б речь шла только о нем и его яхте, я бы о них не вспоминал. Но с ним плыли жена и дочь. Они прилетели на Бермуды, чтобы присоединиться к нему после регаты. Аманда и Лоретта. Отсюда и Аметта. Вторая яхта с таким названием Аметта два. Остряки эти калифорнийцы. Остряки, согласился я, хотя для разнообразия мог бы назвать вторую яхту и Лоранда. Я собирался жениться на этой девушке, сказал Хазлтайн, и по-прежнему собираюсь. Я знаю, что она жива, найди мне ее, Хелм. На следующее утро, сидя на борту самолета специального рейса, пересекающего Вольфстрим в обратном направлении, я получил возможность обдумать все заново. Реактивный самолет на этом маршруте не успевает отрываться от земли, как же идет на посадку, но в данном случае рейс форт Лодердейл на Сау, следующий дали до Гавернос-Харбор в Элеутере, где последний не находился, выполнял неповоротливый старенький двухмоторный самолет, поднимающийся в небо на умеренную высоту, что позволяло неплохо разглядеть открывающуюся внизу панораму. Про себя я пришел к выводу, что со старыми добрыми пропеллерами никаким реактивным соплом не сравнится, тем более, что я теж в себя иллюзией, что более-менее разбираюсь в поршневых двигателях, на что совершенно не могу претендовать в отношении двигателей реактивных, и остается так надеяться, что в них разбираются другие. Понимаешь, я помог перегнать эту проклятую яхту из Ньюпорта на Бермуды, раздраженно проговорил Хазелтайн, когда я спросил его о подробностях. Это было новое, крепкое, чертовски устойчивое судно, я бы даже сказал, слишком устойчивое для наших гонок. В наши времена, чтобы вернуться домой с медалью, приходится срезать углы и исковать. Не то, что раньше, когда человек покупал на свой семейный шлюп новый комплект парусов и оставлял всех позади. Сегодня, регата, это смертельная схватка. Напарник, можешь не сомневаться, и не просто схватка, это еще и точно расчет. Скорость аметра развивала хорошую, но ей не хватало, если можно так выразиться, изможденной аскетичности настоящего гоночного судна. Да и сам гуляка был отличным моряком, но, опять же, возможно, слишком осмотрительным для гонок. У него отсутствовал старый инстинкт победить или умереть. Конечно, он мчался, мчался, сломя голову, но, как только возникали сомнения, отказывался рисковать. Предпочитал спокойную, надежную игру и уверенный, что, в конце концов, доберется до финиша, возьми хоть эту проклятую регату. И что же там произошло, спросил я. На лице Хазелл тайны появилось удивление. Все эти спортсмены одинаковы, всегда уверены, что все просто обязаны знать, кто поймал самую большую рыбу, застрелил самого большого слона, примчался на самые быстрые лошади и приплыл на самой быстрой яхте. На подходе к Бермудам, пояснил он, мы оказались в отличном положении, просто превосходном, учитывая наши достаточно низкие шансы на успех. Мы вышли на место как раз в положенное время. Но ты же знаешь, что такое финишная прямая, и днем-то при ясной погоде не просто отыскать и не угодить при этом на рифы. Дело же происходило в ночью, дочь при сильном ветре. А организаторы от души потешились, придумывая совершенно дурацкие правила относительно того, какими навигационными приборами можно пользоваться и какими нельзя. им явно хотелось заполучить парочку разбившихся яхт для полной остроты ощущений. И вот этот проклятый шторм гонит нас неизвестно куда, лидеров не видно, а берег с подветренной стороны. Навигатор же продолжает утверждать, что мы идем точно по курсу. Остается только надеять, что он не просто старается нас утешить. Ошибки в такую погоду обходятся дорого. Неожиданно гуляка начинает кривиться, поворачивается к парню, не помню уж как его звали, и приказывает немедленно включить омни. Что такое омни? спросил я. Спроси кого-нибудь другого, ответствовал техасец. В мою задачу входило просто по команде тянуть за веревки. На парусах я собаку съел, но вся эта техническая мишура доводит меня до белого коленя. В противном случае я бы уж давно обзавелся собственной яхтой. Кажется, это какой-то сложный навигационный прибор, вроде тех, что используют на самолетах. Обычная навигационная аппаратура не срабатывала из-за помех или чего-то другого. В этом роде. Навигатор возразил, что использование умни запрещено, на что гуляка послал его ко всем чертям и заявил, что чувствует опасность. А потому это невежливая просьба, а окончательный приказ. Плевать он хотел на запреты разрешения. Он не собирается потопить яхту из дурацких правил, так что ноги в руки и выложи мне наши координаты. Навигатор появился на палубе пару минут спустя. Лицо у него было таким бледным, что, казалось, светилось в темноте. Он завопил, чтобы мы немедленно сворачивали, потому что идем прямо на ифы. Вот таков гуляк офипс, так сказать, моряк-реалист. Нас, конечно, дисквалифицировали. Понимаешь, к чему я веду? Никто не может меня заставить поверить, что осторожный, внимательный, старина гуляка способен в хорошую погоду потопить свою яхту. Разве что ему в этом помогли. Не спорю, ночью на него мог налететь большой корабль, такое случается, но я самым тщательным образом проверил все суда, которые находились в этом районе в интересующее нас время. Никаких ночных столкновений, царапин на краске, и, в конце концов, если бы Аметта потонула подобным образом, на поверхности остались бы обломки, и мы бы их нашли. Мы прочесали в океане каждый дюйм, от богам до мыса, хаттерас в северной Каролине, учитывая возможный дрейф из ветров течений. Он покачал головой, а теперь познакомься своими своими новыми подопечными и протянул мне несколько фотографий. На фотографиях я увидел яхту, красивый, шестидесятифутовый кетч и Уэллингтона, гуляку, Фипса, красивого мужчину, среднего возраста, с густой шевелюрой, вьющихся седых волос. Там же была миссис Фипс, некогда, как сказал Хазлтайн, знаменитый кинозвезда по имени Аманда Мейн. Я никогда не слышал о ней, но смотрелась она неплохо, а многие из бывших актрис становятся знаменитыми звездами, так сказать, задним числом, после того, как выходит замуж за денежный мешок. Я ее за это не винил. Она производила впечатление самостоятельной, уверенной в себе женщины, с которой можно приятно поговорить, если только собеседник не слишком ее затмевает, чего она, скорее всего, и не допустит. Фипс выглядел человеком преуспевающим не только в финансовой и морской стихиях, но и во всех других областях. Это Лоретта, проговорил Хазлтайн со странной ноткой в голосе, которая сразу больше расположила меня к нему. Девушка и вправду была ему небезразлична. Для меня же она никогда не смогла бы что-нибудь значить. Я мог видеть это даже по фотографии. Это была молодая, красивая блондинка, которая в своей жизни явно думала лишь о том, какая она молодая, красивая блондинка. Даже для семейного снимка она не могла улыбнуться, не приняв великолепной позы с локоном блестящих светлых волос, небрежно спадающим на один глаз. «Они ведь не сами управляли этой большой яхтой, правда?» спросил я. «Нет, они нанимали помощника Лео, который помимо работы на палубе выполнял роль Кока и стюарда, и еще у них была пара молодых ребят, крепких яхтсменов, которые участвовали в регате. Их звали Бадди Якобсен и Сэм Эллендер. Вот что удалось о них раскопать». Он протянул мне тонкую ксерокопию какого-то отчета. Сэм дважды лишался водительских прав за превышение скорости. Он же после регаты напился в одном мексиканском борту и был ранен. Бадди несколько лет назад был задержан вместе с компанией борцов за мир, но никаких впечатляющих криминальных историй. Я посмотрел на него. И все-таки ты не применил их проверить даже после совместного участия в регате на Бермудах. Хазалтайн поморщился. «Видишь ли, мокрых коек я с ними не делил, мы спали по очереди. Конечно, я их проверил. Умение хорошо управляться с яхт еще не означает, что человеку не хочется разбогатеть. Может, он сам мечтал стать хозяином этой яхт? «Думаешь, их похитили?» «Какая разница, что я думаю?» заявил он. «Пока все мои размышления ни к чему не привели. Именно поэтому ты мне и понадобился. Не позволяй мне вкладывать в твою голову свои мысли. Я предпочитаю услышать твои предположения». Я пожал плечами. «А что насчет этого Лео?» «Лео Гонсалес, 54 года, рост 5 футов 7 дюймов, вес 130 фунтов, с муглокожей, черные волосы, карие глаза. На левой руке не достает двух последних двух пальцев. Потерял их, когда был напарником одного из рыбаков, прежде чем нанялся гуляки. Кажется, они подцепили на крючок большую черную марлинь. Лео держал бичеву и в суматохе для большей надежности. Обмотал ее пару раз вокруг пальцев, чего ни в коем случае делать нельзя. Рыба рванулась, бичева натянулась, и пальцев как не бывало. Думаю, случилось это, когда он был молодым и зеленым, потому что у гуляки он никогда не делал подобных глупостей, да иначе не продержался бы у него целых одиннадцать лет. Крепкий парнишка, и на все руки мастер. Он тебе и курс в непогоду удержит, и горячее подаст, пусть яхт хоть на ушах стоит. Гуляка всегда считал, что с Лео ему крупно повезло. У меня промелькнула мысль, что пятидесяти четырехлетний представитель национального меньшинства, судьба его фамилии, мог за одиннадцать лет устать разыгрывать из себя поймальчика. Однако мое шведское происхождение позволяет мне в лучшем случае претендовать на знания скандинавов, да и то я не слишком уверен в том, что касается норвежцев, финнов и дачан. Я открыл рот, чтобы задать следующий вопрос, но передумал. Все темные пятна на биографии Лео Гонсалеса наверняка отражены во врученном мне досье, а то, что Хазел Тайн явно его недолюбливает и тем не менее угрюмо перечисляет все его добродетели, еще больше утвердило меня в мысли, что рассказывает он далеко не все. Ну что ж, для опытного секретного агента правительства, зачастую просто помешанного на секретности, недоговорки родная стихия. Я сделал попытку прощупать почву. Амиго, ты уверен, что твоя девушка жива? Ну, прямо говоришь об ее отце в прошедшем времени. Пожалуйста, растолкуй меня от противоречия. Хазел Тайн нахмурился, его глаза опять сделались мутноватыми и неприятными. Это навело меня на мысль, что миллионер из Тихаса с сильной примесью индейской крови представляет собой еще одно национальное меньшинство, в котором я совершенно не разбираюсь. Не надо гениальных догадок, напарник, холодно произнес он, потом пожал плечами. Что тебе сказать? Надежда умирает последней. Не совсем, возродил я. Дело в том, что ты действительно считаешь их мертвыми. Лицо Хазел Тайна стало жестким и неприятным. Сейчас ему не доставало только боевые раскраски скрипировочного ножа. Черт бы тебя побрал! Успокойся, дружище, оборвал я его. Мы не федеральное бюро по розыску пропавших без вести. Да такого бюро и не существует. Ты знал об этом, когда обратился к нам. Слишком уж много ты затратил сил, чтобы отыскать нашу контору и переговорить с нужным человеком. Не сомневаюсь, что тебя проинформировали, какого рода приказы выдаются из этой конторы. Приказы эти никоим образом не связаны с спасением пропавших в море прекрасных дам. Хазалтайн глубоко вздохнул. Ладно, неожиданно мягко проговорил он, ладно, гений, они мертвы. Прошло пять недель, так что уцелеть они не могли. Я пытаюсь себя обмануть, но это совершенно бессмысленно. Ясно? Это мне ясно, сказал я. Не ясно другое. Если они мертвы, зачем тебе понадобился я? Я ж тебе сказал, с бешенством произнес он, черт побери, я тебе все объяснил. Яхта не могла потому сама по себе. Гуляка Фипс не посадил бы на рифы свою любимую Аметту, тем более, что на борту были его жена и дочь. Его не мог застигнуть врасплох с поднятыми пурсами и открытыми иллюминаторами внезапный шквал. Он не стал бы бросать окурок в открытую емкость с бензином в машинном отделении и не позволил бы сделать это кому-либо другому. И к тому же двигатель он поставил себе дизельный, так что бензина на борту не было вообще. Опять же из соображения безопасности. Если Аметта утонула, значит ее кто-то потопил. Если они мертвы, их кто-то убил намеренно. Конечно. Одно из обитающих в ужасном треугольнике морских чудовищ, о которых ты мне рассказывал. Хазел Тайн издал короткий хриплый смешок, похожий на лай. Это сплошная чепуха, заявил он. Значит ты не веришь в заколдованный океан, а ты, он поморщился, бьюсь об заклад. Достаточно выбрать наугад любое место в океане с достаточно оживленным движением в воздухе и по воде, внимательно к нему присмотреться, и там откроется столько тайн, что волосы встанут дыбом. Еще в прошлом веке целые деревни багамских туземцев строились из обломков кораблей. Парусники разбивались об эти рифы, один за другим. Зона здесь крайне неблагоприятная для судоходства. Скрытые верхушки рифов и коварные течения отмели непредсказуемые из-за приливов отливов, да и гольфстрим не подарок. Когда холодный северный ветер гонит в воду навстречу этому теплому потоку, начинается сущий кошмар. Гарри Коновер, например, возможно, немного переоценил возможности своей ревонок, налетел на одну из тамошних гигантских волны, и обшивка раскололась как скорлупка. Нет, нет, я не верю ни в каких морских чудовищ или летающие тарелки со свертоносными лучами, я верю в другое. Во что же, я верю, что где-то притаился парень, который начитался всей этой мелодраматической чепухи и решил, что под этот соус прекрасно может будет списать еще одну яхту. Очередная пропажа никого особенно не удивит, новая жертва коварного треугольника, вот и все. С какой целью? Не знаю. Хазелтайн драматически развел руками. Я истратил тысячи долларов, чтобы докопаться до ответа на этот вопрос, но я по-прежнему не знаю. У гуляки Фипса были кое-какие недоброжелатели, без этого денег не наживешь, но не смертельные враги, тоже касается женщин. Я не вижу никакой зацепки. Тебе придется выискивать ее самому. И опять меня охватило привычное ощущение, что он весь напрягся, чтобы не сказать мне лишнего. Дело его не мне спорить, раз уж парню так хочет, чтобы я решил задачу с завязанными глазами или потерпел неудачу. А если мне удастся выяснить причину и стоящего за ней человека? Азалтайн подался вперед. Не задавай глупых вопросов, напарник. Ты не хуже меня, зная, что тебе придется сделать в этом случае. Именно поэтому я и выбрал тебя, а не какого-нибудь трусливого детектива с магнитофоном и телескопическим объективом. Найди человека, который отвечает за гибель Амяты, и сделай это. Я поднял взгляд. Стюардесса просила меня пристегнуть ремень. Я выполнил ее указания и посмотрел в иллюминатор. Мы пролетали над голубой гладью океана, приближаясь к зеленому острову. Во всяком случае, я решил, что это должен быть остров. Простирался он гораздо дальше, чем я мог видеть. Здесь располагался город Нассау, а, стало быть, остров входил в западную британскую Индию и именовался Нью Провиданс. Теперь мне оставалось всего лишь быстренько разобраться, как уладить дело с игроком противоположной команды, чтобы затем переключиться на действительно важное задание, отыскать или отомстить за пропавшую блондинку. Первым моим впечатлением от отеля Бритиш Кэллоуниел было, что все его обитатели, как персонал, так и постояльцы, исключительно чернокожие. Сам отель располагался в огромном претенциозном здании на побережье в многолюдном центре Нассау. Но первый взгляд казалось, что единственное белое лицо посреди всей типичной для шикарных отелей роскоши принадлежит мне. Только не подумайте, что я хочу кого-то в чем-то упрекнуть. Люди рождаются с разным цветом кожи, и я никогда не придавал этому особого значения. Но в то же время я не стану отрицать, что не привык являть собой образец цветного меньшинства. Я пришел к выводу, что это послужит мне ценным уроком и не позволит надеяться затеряться в толпе даже после того, как выяснилось, что в холле изредка попадаются другие белые лица. Как бы то ни было, на Багама я приехал не за ценными уроками, а приехал я, чтобы быстро прописаться в гостинице и предварительно глядя крестность, но оказалось, что сделать это не так-то просто, я имею в виду прописаться в гостинице. Я уже бывал в краю до папа и провел там достаточно времени, чтобы свыкнуться, вернее, смириться со свойственным субтропиком, более медленным ритмом жизни, но мои латиноамериканские друзья заставляли меня ждать исключительно вежливо и дружелюбно. У служащих же отеля я, похоже, вызвал открытую неприязнь. Сначала я отнес это насчет расовых отличий, но потом обнаружил, что они точно так же относятся ко всем остальным, вне зависимости от цвета кожи. Возможно, мне бы стоило восхититься таким отсутствием расовой дискриминации, но у меня не вызывают восторга люди, которые меня-то себе не вещь, что, чем бы эти люди не занимались. Даже мы в своем деле стараемся действовать вежливо и эффективно. Последнее, я надеялся в ближайшее время продемонстрировать человеку по имени Павел Минск. Я испытывал сильное искушение оставить без чаевых угрюмого коридорного, который, в конце концов, снизошел до того, чтобы отнести мою сумку на пятый этаж и бесцеремонно швырнуть ее в номере, но пришел к выводу, что затевать скандал не имеет смысла, а потому одарил помощника сообразно оказанные услуги и убедился, что зря потратил казенные деньги. С тем же отношением мне приходилось сталкиваться в некоторых европейских странах. Прояви жадность, и ты оказываешься богатым американским снобом, притесняющим бедных, но гордых туземцев, которые вкалывают на тебя в поте лица. Прояви щедрость, и ты богатый американский сноб, который разбрасывает свои неправедно нажатые деньги, лучшим выходом представляется наплевать на всех этих черных и белых гордецов и проявлять снисходительность. Помнят, катились бы они все в некое место, все вместе, невзирая на цвет кожи. Окончательно управился с формальностями я лишь во второй половине дня, и к тому времени проголодался настолько, что решил отложить вылазку в город на некоторое, как выяснилось впоследствии весьма значительное время. Ленч не только подавался без особой спешки, но и был весьма далек от гастрономического совершенства. Масло, сахар и джем я получил в нелепых крошечных упаковках, изобретенных у меня на родине. Одного моего друга это нововведение возмутило настолько, что он заставил официантку откупорить ему сахар для кофе и намазать масло на хлеб, заявив, что пришел есть, а не сражаться с упаковками. Пришлось персоналу потрудиться, чтобы не остаться без платы за бед. Я испытал немалое разочарование, столкнувшись в претендующем нароск шотеле, в потрясающей, чужой стране, с набившими оскомину дома вещами. Мое мнение о Насау, как о шикарном заморском курорте, продолжало ухудшаться. Правда, я и приехал сюда не отдыхать. Я вышел на улицу и сел в такси покататься по городу. Водитель оказался на удивление доброжелательным чернокожим парнем и, похоже, не подозревал, что мы, проклятые туристы, попираем его достоинство. Он вез меня по улицам с левосторонним по английскому образу движения, попутно рассказывая историю города и показывая великолепные старинные крепости, которым, кажется, так не удалось защитить город ни от кого из тех, у кого возникало желание его завоевать, включая пиратов, испанцев, вновь созданные ВМФ молодых Соединенных Штатов, и огромный старинный пустой отель с некогда великолепным садом, и заросшим, и заброшенным, над которым возвышался огромный капок. Я и не подозревал, что эти деревья здесь растут. Гид поведал мне, что в былые времена это живописное здание служило чем-то вроде штаба для судов, прорывающих сквозь блокаду во время гражданской войны в Соединенных Штатах, а позже, во времена сухого закона, их сменили контрабандисты спиртного. Он заставил меня подняться на прибрежную башню, чтобы полюбоваться панорамой города и гавани, после чего отправил пройтись по какой-то исторической лестнице, не помню, с чем она отличалась. К тому времени, как мы вернулись в отель, я успел составить достаточно ясное представление о городе. Я расплатился и добавил чаевые, тщательно просчитанные, с тем, чтобы показать свою признательность, но в то же время никоим образом не обидеть и не унизить его. Именно так он к ним и отнесся. Ну, что ж, в любой стране можно встретить самых разных людей. Я купил газету в гостиничном ларьке и, потягивая мартини, ознакомился с ней в той части холла, которая отводится для любителей выпить. Как выяснилось, острова в настоящее время стремились ослабить свою зависимость от Британии. Что ж, это их дело. Остается надеяться, что оно никак не помешает моему делу. Наконец, взгляд на часы показал, что пора приступать к следующей фазе. Я отыскал телефонную кабину и набрал номер, который передал мне Мак. Ответивший мне голос не позволял определить трассовую принадлежность говорившего, но явно принадлежал женщине. Исходя из того, что я видел в нас Сау до сих пор, напрашивалось предположение, что девушка темнокожая, тем более, что в противном случае ей было бы затруднительно не привлекать к себе нежелательного для связного внимания. Однако особого значения это не имело. Вряд ли когда-нибудь встречу ее, а если и встречу, то не узнаю. Мы обменялись обязательным кратким вступлением, включающим пароли и отзыв, который наверняка выдумал человек, насмотревшийся старых шпионских фильмов. «Говорит Эрик», сказал я. «Да», ответила она, «наскольку нам известно, груз прибывает точно по расписанию, ориентировочно завтра в одиннадцать утра». Что известно о получателе? Ровным счетом ничего. Среди остановившихся в отеле есть подходящие кандидаты? Не зря же он выбрал именно этот отель. Не исключено, что он выбрал его лишь потому, что отель расположен в центре. Остальные более новые гостиницы удалены от него. Мы не обнаружили в отеле никого, кто мог бы представлять интерес. Конечно, сзади у них меняется множество постояльцев. Если в последнюю минуту появится некто вселяющий надежду, постараемся дать вам знать». Она говорила так, будто входила в состав масштабной местной ячейки. Это приятная новость. Дело в том, что мы, в отличие от ЦРУ и прочих хорошо финансируемых агентств, не в состоянии позволить себе содержать по всему миру разветвленные сети оперативников, готовых прийти на помощь в любую секунду и в неограниченном количестве. Обычно за границей, и то при условии, что нам повезет, и город достаточно большой, мы можем рассчитывать исключительно на безразличного резервиста, специализирующегося на обеспечение связи, прежде всего с Вашингтоном. Я воспользовался тем, что слова девушки вселяли надежду на более существенную помощь, и начал с простейшей задачи. «Не могли бы вы найти мне машину, а еще лучше машину и водителя? Боюсь, у меня не будет времени осваивать Вашу езду задом наперед». Моя невидимая собеседница рассмеялась. «Вперед мы ездим или назад? По большей части зависит от того, в какую сторону мы привыкли смотреть. Как бы то ни было, водитель у Вас уже есть. Фред поступает в полное ваше распоряжение. Он говорит, что Вы приятный собеседник и раздаете щедрые чаевые». «Значит, моего водителя нельзя все-таки считать типичным образцом местного населения?» «Меня это несколько разочаровало». «Поблагодарите его за экскурсию», сказал я. «Кто понаблюдает завтра за аэропортом на случай, если план нашего друга неожиданно изменится, я или вы?» «Оставайтесь у себя в номере. Мы проводим его в гостиницу и проследим, чтобы он прописался, после чего он поступит в полное ваше распоряжение. Фред вам сообщит». «Ладно, буду ждать новостей. Как насчет того, чтобы достаточно безопасно переговорить с начальством?» «Это возможно». Минуту спустя в трубке послышался голос Мака. «Да, Эрик», отозвался он с далекого Вашингтона. По крайней мере, предположительно он находился именно там. «Этот мстительный техасец, которому вы меня продали», сказал я. «Сколько человек я должен убить, чтобы порадовать этого парня, если сыщутся подходящие мишени?» «Столько, сколько понадобится», спокойно ответил Мак. «Я не верю в совпадение. Мы получили указание направить несколько человек на Багама еще, до того, ко мне нагрянул мистер Хазлтайн. Впечатляющий пример того, чего можно добиться, помахав перед носом стодолларовую бумажку, и правда, Эрик?» «Не знаю, сэр», сказал я. «Правительство никогда не снабжало меня средствами, чтобы воспользоваться этим приемом сбора информации». «Меня немало удивил его интерес к зоне, на которую нам как раз поручили обратить внимание. Я счел разумно выслушать его и пришел к выводу, что если яхту с этим дурацким названием действительно захватило или пустило на дно какая-нибудь земная организация, как похоже считает наш техасский друг, представляется маловероятным, чтобы данное происшествие ничто не связывало с предстоящим визитом на острова русского специалиста. во всяком случае совпадение двух явно тщательно спланированных насильственных актов, имевших место в одной достаточно ограниченной географической зоне с разрывом в несколько недель заслуживает расследование. Вот я и направил этого господина к тебе». «Премного благодарен, сэр», сказал я. «Вам не показалось, что мистер Хазл таинчиво не договаривает?» «Думается, он знает или подозревает об исчезновении яхты нечто такое, чем не хочет делиться с нами». Принимая во внимание, что он затратил немало сил и средств, чтобы заручиться нашей помощью, мне это представляет снеско глупым. Возможно, он подозревает, что невеста и ее семья замешаны в чем-то противозаконном, контрабанда наркотиками или, скажем, махинации с страховкой. Это всего лишь догадки. Конечно, не исключено, что мистер Хазлтайн и сам замешан в чем-то противозаконном, а потому не спешит сознаваться в этом людям, состоящим на службе управительства. В любом случае, главный вопрос, почему он вообще обратился к нам? Последовала короткая пауза, после чего Мак заговорил более оживленно. «Вне зависимости от скрытых мотивов мистера Хазлтайн, полагаю, что, по крайней мере, поначалу ты можешь действовать, исходя из предположения, что оба эти задания определенным образом связаны». «Неплохо бы узнать, каким», заметил я. «Неплохо», согласился Мак. «Как только тебе это удастся выяснить, немедленно, проинформируй у меня еще вопросы есть?» «Нет, сэр», ответил я. «Пока все». «Передает меня привет Павлу Минску», сказал он и повесил трубку. В должное время все произошло с убийственной простотой. Простите за каламбур. Естественно, всему предшествовало продолжительное ожидание, затянувшееся намного после обещанных одиннадцати часов. Но я был к этому готов. В конце концов, даже если самолет прибыл точно по расписанию, путь из аэропорта занимает двадцать минут. А уж в отношении обслуги гостиницы можно не сомневаться, пошевеливаться их не заставит никто, в том числе и Павел Минск, он же Пауль Минский, он же Павло Маншинский, он же просто Минск. Фред позвонил мне около половины второго. Он отправил чемодан к себе в номер 334, а сам остался внизу перекусить. Можешь полюбоваться на него в ресторане. — Каким именем он воспользовался? — спросил я. — Меншик, Поль Меншик, паспорт Соединенных Штатов. Вот хитрый ублюдок, заметил я. Одежда, наряд в стиле Палм-Бич, мятая белая рубашка, цветастый шелковый галстук, белые соломенные шляпы с цветной лентой. Он напоминает деревенского парня, который выбрался отдохнуть в тропиках, ростом невелик. Должен сказать, выглядит он не слишком устрашающе. То, как он выглядит, не имеет ни малейшего значения, заверил я. Держись от него подальше. Это исключительно опасный субъект, можешь не смеваться. И никто, кроме вас, мистер Хелм, не в состоянии с ним управиться? В голосе Фреда прозвучали насмешливые нотки. Вот именно это мы и собираемся выяснить. Разве не так? Ты сосредоточься на своем такси, а уж Минска предоставь мне. Если что-нибудь выйдет не так, не вмешивайся, ясно? Слушаю, шеф. Я не выдержал. Послушай, бесстрашный охотник на львов из племени Масаев. Раз я, по-твоему, валяю дурака, можешь заняться им сам. Если тебе не терпится на тот свет, это твое личное дело. Так ты сказал в ресторане, да? Да, и тебе лучше туда спуститься. Упоминание о своих гипотетических предках Фред воспринял совершенно спокойно, хотя и не исключено, что я ошибся. Когда я уходил к телефону, он начал беспокойно постукивать ногой и поглядывать на часы. Все дело в местной атмосфере. Это она заставляет людей вести себя подобным образом, сказал я и повесил трубку. Готовиться было нечего. Я уже позаботился обо всем, о чем только возможно. У меня имелись нож и пистолет, которыми, судя по полученным мной инструкциям, воспользоваться не удастся. Еще имелись две руки и некоторое количество мозгов. Последним придется поднапрячься. Маскировку предполагалось обеспечить с помощью фотоаппарата в непроницаемом кожаном футляре, которым любой маломальски уважающий себя турист обязательно защищает свою драгоценную собственность от произвола стихий. Как я уже сказал, все прошло убийственно просто. Я как раз выходил из лифта, когда появился мой подопечный, свирепый шагивающий по коридору с видом человека, который потерял всяческое терпение, и голодный удалился из ресторана, дабы всем продемонстрировать, что он думает о местном сервисе. Я немедленно почувствовал себя немалым должником труженика в кухне, которые, образно говоря, подложили минску свинью. Человек проделал длинный путь, устал, ему не дают покоя мысли о делах, вопросах жизни и смерти, и особенно последней, и тут его выводит из себя какой-то ленивый недоумок мужского или женского пола, неспособный управиться с элементарной задачей перенести несколько фунтов еды и посуды из кухни на стол в течение приемливого отрезка времени. Случай из числа тех бессмысленных и глупых помех, из которых и самым хладнокровным агентом случается потерять терпение и работать не в полную силу. Мы поравнялись, но Павел Минск даже не посмотрел в мою сторону. Я слегка опасался, что он может меня узнать, хоть мы никогда не встречались. Моя фотография точно так же, как и его, присутствует во множестве досье, находящихся во множестве стран, включая его родину. Итак, первое серьезное препятствие осталось позади. Теперь, если он опять увидит меня в гостинице, лицо мое будет ассоциироваться с обычным постояльцем, встречным возле лифта, а не с фотографией в московском досье. Как верно, заметил Фред, парень вырядился, как на показ, просто типичный образец джентльмена из провинциального городка на отдыхе в тропиках. Когда американский деревенский парень обзаводится нарядом для выхода в свет, он обязательно покупает костюм размер больше. Его европейские собратья напротив, склонны приобретать слишком маленькую одежду, а не уверены, что изысканность требует жертв и чувствует себя достаточно отразимыми лишь тогда, когда воротник не позволяет дышать, а пиджак можно застегнуть только ценой невероятных усилий. Но сегодня Минск изображал простака Янки. Воротник его рубашки свободно болтался вокруг худой шеи, а брюки костюма цвета сливочного мороженого были слишком длинными и широкими для тощих ног. Выглядел он самоуверенно и слегка комично, и я знал, что именно к этому он и стремился. Никому в голову не придет заподозрить, что под маской безобидного маленького гуляки в дешевом ярком наряде скрывается чрезвычайно опытный профессиональный убийца. Даже его шляпа оказалась несколько великоватой, когда он нахлобутил ее на голову, остановившись неподалеку от стойки, чтобы взглянуть на часы, потом повернулся и направился к двери. У меня промелькнуло некоторое опасение относительно возможной ловушки. Предположим, он проинформирован не хуже меня, это отнюдь не исключено. Достаточно утечки информации, которые случаются довольно часто. Предположим, он прекрасно знает, кто я такой, и намеренно уводит меня из гостиницы, чтобы... К черту сомнение, если я имею дело с ловушкой, то займусь ею тогда, когда она начнет заклопываться. Нельзя позволять ему исчезнуть на просторах на САУ. Представлялось маловероятным, чтобы он сразу по прибытии приступил к своему непосредственному заданию. Судя по всему, в городе у него была назначена встреча, раз что он счел ее более важной, чем ланч, мне следует хотя бы попытаться выяснить, в чем тут дело. Нельзя же забывать, что помимо своей основной работы я предположительно еще и непревзойденный разведчик. Маленький человечек не стал садиться в такси. Выйдя на улицу, он на мгновение задержался, водрузил на нос огромные темные очки и шагнул прямиком в уличную толпу. Я следовал за ним, выдерживая должную дистанцию. Минск достаточно быстро миновал зазывающие витрины с множеством дешевых напитков и дорогих сувениров. По пути он то и дело оглядывался в поисках названий улиц. На Саву их найти достаточно трудно, но в конце концов он все-таки нашел то, что искал и свернул направо, удаляясь от гавани. Я продолжал идти прямо вперед. Миновав перекресток, на котором он повернул, я краем глаза заметил, что он остановился на краю тротуара и изучает извлеченную из кармана карту города. Возможно, он и правда ее изучал или проверял, не идет ли кто к пятам. Я, естественно, не стал оглядываться или замедлять шаг. Если два постояльца случайно одновременно выходят из гостиницы через одну и ту же дверь и оба направляются вверх по Бей-стрит, это же не конец света. Любой, кому вздумается прогуляться от отеля, бритиш Кэллоуниел, естественно, выберет центральную улицу города с наибольшим количеством магазинов. Но желательно, чтобы это совпадение оказалось единственным. Нельзя, чтобы он еще раз увидел меня у себя за спиной. Такси, мистер! Я оглянулся. Рядом стояла знакомая машина, трехлетний голубой плимут с резвым охотником на львов за рулем. Ну, ладно, раз уж ему так хочется, ладно. Я нырнул в салон, и машина тронулась с места. Я заговорил первый. Форт Финкестл, береговая башня, лестница, который ты показывал мне вчера, или бывший отель Роял Виктория, как ты думаешь? Почему ты считаешь, что он направится в одно из этих мест, поинтересовался Фред? Человек, которому нужно встретиться с приезжим, скорее всего, выберет одно из местных достопримечательностей, ее легче найти, да и нежелательного внимания не привлекаешь, если один из участников встречи запаздывает. Я бы выбрал Роял Виктория, самое подходящее место для влюбленных и шпионов, в этих старых садах можно не заметить слона. Ладно, доверимся твоей интуиции, сказал я, едем в Роял Виктория. Мы приблизились к заброшенному отелю в тот самый момент, когда от него отъезжал автобус Volkswagen с нескими туристами. Автобус выруливал по старинному, узкому и извилистому подъездному пути, который явно предназначался для сверкающих карет и великолепных лошадей, в то время, когда двигатели внутреннего сгорания и резиновые покрышки оставались только безумными идеями в головах их будущих изобретателей. Невысокая молодая блондинка в белом льняном брючном костюме с повязанным на шее голубым шелковым галстуком сосредоточенно фотографировала гигантский капок. В конце дорожки к кустам был прислонен легкий женский велосипед, на котором она, по всей видимости, приехала. Кроме нее никого в окрестностях не наблюдалось. — Это здание, в котором когда-то располагался отель Royal Victoria, сэр, — громко сообщил Фред, входя в привычную роль. — Во время вашей гражданской войны здесь находился неофициальный штаб состоятельных людей, суда которых прорвались сквозь блокаду. — Это очень красивое место, сэр. Если хотите, можете немного пройтись и отснять пару фотографий на память. Вот это дерево с площадкой называется Капок. Здесь каждый вечер играл оркестр. Советую вам немного прогуляться, я подожду вас здесь. На мгновение я заколебался, потом достал свой нож и пистолет и бросил их на сиденье рядом с ним, приняв несколько запоздалых решений. Если со мной что-нибудь стрясется, оружие лучше оставить у него, чем в гостинице, где они могут стать причиной обмена мнениями на международном уровне относительно того, зачем это некий высокий покойник прихватил с собой на острова все это незаконно провезенное оружие. Фред быстро оглянулся на меня через плечо и убрал оружие из глаз. Я вышел из машины, извлек из футляра свой фотоаппарат и прошел мимо велосипеда с восхищением поглядывая на сложенный десятипозиционный механизм переключения скоростей и блестящие рычажки переднего и заднего тормозов. В детстве я и мечтать не мог о такой машине. Маленькая блондинка неспеша спускалась по ступенькам с платформы в огромном дереве. Она и правда была маленькой, но не настолько маленькой или хрупкой, чтобы ее можно было назвать крошечной. Я бы сказал, что для своего роста она выглядела довольно крепкой. Будь она шесть дюймов выше и формой сделалась бы излишне крупными, особенно в нижней части, также она производила впечатление веселой озорной девочки, чему немало способствовали ее длинные блестящие волосы в стиле Алиса в стране чудес. Она одарила меня мимолетной сдержанной улыбкой, когда я отошел в сторону, чтобы позволить ей пройти, но взгляд ее гармонирующих с украшающим шею галстуком глаз показалось мне излишне пристальным и настороженным. Мне почудилось, что в этих голубых глазах промелькнуло нечто вроде отчаянного вопроса. Я ли тот человек, с которым ей предстоит встретиться, а если нет, то сколько ей еще околачиваться в окрестностях этой реликтовой гостиницы? Конечно, не исключено, что меня подвело воображение. Я не умею сходу читать мысли, особенно если эти мысли принадлежат женщине. И все-таки люди моей профессии, которые не обращают внимания на предчувствие, долго не живут. А в данном случае предчувствие было совершенно недвусмысленным. После того, как я не оправдал ее ожиданий, девушка взглянула на часы и направилась в сторону подъездного пути. Я поднялся по деревянным ступенькам на закрытую деревянную площадку, опирающуюся на огромные изогнутые ветви гигантского дерева, настроил фотоаппарат и, недолго думая, отснял несколько видов. Кассета была действительно заряжена, мы относимся к экипировке достаточно серьезно, в последней из которых попала девушка, склонившаяся над своим велосипедом. Для обычных, используемых мной двухдюймовых линз она находилась слишком далеко, тут подошел бы телескопический объектив, но я надеялся получить достаточно четкое изображение, чтобы потом увеличить лицо, если, конечно, не упустил каких-нибудь существенных технических деталей. С тех пор, как я зарабатывал фотографии на жизнь, прошло немало времени. Я вновь упрятал аппарат в его туристскую броню. Ни один профессионал не стал бы позориться с таким нелепым футляром и зашагал назад к такси, стараясь идти не слишком быстро и не слишком медленно, и в то же время, сознавая, как неудержимо, убегают секунды, каждый из которых приближает появление здесь маленького человечка в широком летнем костюме. Итак, водитель, проговорил я, захлопывая за собой дверцу машины. Куда вы предлагаете отправиться теперь? Фред завел мотор. Можно полюбоваться панорамой города с прибрежной башни, сэр. Машина тронулась с места. Я оставлю тебе фотоаппарат, сказал я, когда мы удалились от девушки на достаточное расстояние. Позаботься, чтобы пленку немедленно проявили и попроси присмотреться к блондинке. Я запечатлел ее примерно на седьмом кадре, последнем из отснятых. Да ты ее сам видел, так что можешь добавить описание. А теперь притормози и высади меня, потом убирайся отсюда и принимайся за дело. Фред посмотрел на меня. Ты не хочешь забрать свою пушку? Мне приказали избегать международных осложнений. Не так-то просто застрелить человека в чужой стране и не нарушить подобных инструкций. То же касается использования ножа. Остановись вон там, чтобы она нас не видела. После чего я остался один на подъездном пути. Я скользнул в кусты и пробрался сквозь заросли к месту, с которого открывался вид на огромное дерево на холме. Девушка в белом костюме вернулась на платформу. По-видиму, именно там была назначена встреча. С точки зрения секретности худшего места не придумаешь. Там ее мог видеть любой притаившийся в густых зарослях внизу. Собственно говоря, имелось одно единственное логическое объяснение. Зачем девушку в ярком белом костюме прекрасную мишень отправлять навстречу на высокой площадке над пустынным садом. Я услышал его приближение прежде, чем увидел его. Я правильно выбрал себе укрытие. Неподалеку от места, которое сверху мне показалось наиболее подходящим для его целей, ради которых этот человек пересек полмира, получается, я все-таки ошибся. И он намерен заняться делом прямо сейчас, сразу по прибытии в Нассау, приходилось отдать должное хладнокровие у маленького человечка, который отправляется перекусить, когда в распоряжении у него остается всего несколько минут. Неудивительно, что он потерял всякое терпение и замедлительность официанта. Любой виртуоз выйдет из себя, если какой-то бездельник испортит ему настроение прямо накануне выступления. Шаги стихли. Мгновение спустя я увидел, как он тихо крадется по заросшей дорожке, пригибаясь настолько, чтобы его нельзя было заметить сверху. Остановился он на краю маленькой бетонной чаши, окружающей старый каменный фонтан, теперь абсолютно сухой. Присел в тени превратившегося в дикий декоративный кустарник в двух шагах от меня. До меня донесся тихий металлический щелчок. Минск извлек из-под широких штанов два предмета и теперь соединял их вместе, превращая в однозарядный пистолет. Мне еще не приходилось видеть такого оружия, но я узнал его по описанию. Новейшее американское изобретение, именуемое, если не ошибаюсь, контендер. крошечный телескопический прицел был уже закреплен на стволе. Это только в кино злодеи небрежно устанавливают телескопический прицел на место, как только обнаруживают свою жертву, после чего проделывают массу таинственных манипуляций. Я до сих пор не понимаю, что изображают актеры, когда колдуют над всевозможными рычажками и циферблатами. В действительности же, человек, которому предстоит ответственный выстрел, намертво закрепляет прицел на стволе оружия, тщательным образом выверяет его, после чего ни в коем случае не станет к нему прикасаться. Да и то нет никакой гарантии, что за время, прошедшее между подготовкой и выстрелом, оружие не сбилось и попадет точно в цель. Павел Минск открыл свой пистолет и вставил патрон в казенник. Я расслышал тихий щелчок, когда он вновь закрыл ударный механизм. Настала очередь высокого господина, притаившегося в кустах. Выбор передо мной стоял чрезвычайно простой. У меня имелось задание, которое я мог выполнить уверенно и спокойно, позволив ему нажать на спуск и ликвидировав его, прежде чем он успеет повторно зарядить свое однозарядное оружие, или же изобразить из себя ненормального героя, который, рискуя собственной жизнью, пытается спасти неизвестную ему даму. Я пожалел, что в свое время задал Маку некий вопрос, потому как теперь из его ответа знал, что ему глубоко наплевать, сколько блондинок, а равно и брюнеток, и шатенок отправиться на тот свет, лишь бы Павел Минск ненадолго пережил их, скажем, не более двух секунд. Я не мог обмануть себя предположением, что, возможно, эту миниатюрную девушку следует спасти из соображений высокой международной политики. Единственным, что могло подвинуть меня на ее спасение, была простая недалекая сентиментальность. Минск начал прицеливаться, сжимая оружие обеими руками. Опробованная современная техника убийства из пистолета. Нынешние профессионалы начисто отказались от старого приема, когда пистолет находился в одной руке, а вторая вытягивалась и служила ей достаточно ненадежной опоры. Девушка в своем блестящем белом костюме с дешевым фотоаппаратом в руке по-прежнему стояла на том же месте в ожидании человека, которого ей было поручено там встретить, некой особый щелеп вместо лица и косой в руках, хотя она об этом и не подозревала. Я услышал металлический звук взведенного курка, почиво издал громкий крик и рванулся вперед. Я рассчитывал, что крик и треск кустов отвлекут Минска на время достаточное, чтобы я успел приблизиться к нему, прежде чем он выстрелит. Или хотя бы сбить прицел, если он все же успеет нажать на курок. Техника достаточно примитивная, но она меня уже вручала. Но сейчас я имел дело с Минском, человеком, которого не сбить с толку громкими звуками, вдобавок у него была слишком быстрая реакция. Будь у него в руках обычный многозарядный пистолет, предназначенный для быстрого боя на ближней дистанции, я бы умер, не сходя с места. Но в этом случае я не стал бы разыгрывать такую партию. Однако Павел располагал неповоротливым однозарядным оружием дальнего боя с телескопическим прицелом, а потому вынужден был решить повернуться и стрелять сразу, не целись или рискнуть потерять время, но прицелиться наверняка. Он выбрал первый вариант и нажал на спуск сразу, как только оружие развернулось более-менее в мою сторону. Я же устремился вперед, когда увидел вспышку и даже, как мне показалось, вздрогнувшую мушку и услышал оглушительный грохот, чего-то значительно более мощного, чем обычный пистолетный патрон. Что-то со страшной силой ударило меня сбоку по голове. Мир окрасился в красные тона, но посреди алого зарева остался крошечный тоннель, в дальнем конце которого я видел маленького человечка, отчаянно пытающегося перезарядить свое оружие. Я опрыгнулся, схватил его за пояс и потащил назад вдоль бетонной чаши, алая зарева быстро сгущалась, но я все просчитал заранее. Три широких шага, я поднял маленького Павла Минска в воздух и силой швырнул вниз, как будто пытаясь разбить им острые каменные края старого сухого фонтана. Как я уже говорил, все оказалось убийственно простым, вернее, оказалось бы, если я принял к сведению весьма разумные замечания Мака относительно того, что мы отнюдь не гуманитарная и благотворительная организация и действовал соответствующим образом. Но поскольку я выбрал самый трудный способ выполнения простейшей работы, то очнулся, точнее говоря, я и раньше несколько раз приходил в себя, но все покрывал туман, в больничной кровати со страшной головной болью. Рядом с моей кроватью выседали две совершенно одинаковые маленькие блондинки в одинаковых белых брючных костюмах. Потребовалось некоторое время и значительное напряжение, чтобы заставить их слиться в одну. — Ох, вы и очнулись, проговорила она, заметив, что я открыл глаза. — Слава Богу! — Кто вы? — прошептал я. Наверное, я мог бы говорить погромче, но при теперешнем состоянии моей головы предпочел не рисковать. вы меня не помните в саду гостиницы? я обрезал губы. — Точно вы блондинка с дешевым фотоаппаратом и дорогим велосипедом. Хоть письма посылай на такой адрес блондинки с дешевым фотоаппаратом и дорогим велосипедом. Девушка быстро рассмеялась, улыбка делала я достаточно привлекательной, но я бы предпочел, чтобы она поубавила громкость. «Велосипед я взяла напрокат», пояснила она. «Меня зовут Лейси Роквилл, мистер Хелм. Полиция сказала мне, кто вы такой. Они разрешили мне подождать здесь. Я чувствую себя такой виноватый. Мне хотелось убедиться, что вы в порядке. Как вы себя чувствуете?» «Превосходно», ответил я. Голову как будто раскололи на часть. Лейси, какого же полное имя?» Девушка слегка пожала плечами. «Я спрашивала об этом у родителей. Они сказали, что им показалось, что Лейси звучит довольно приятно. Мистер Хелм». «Да, этот человек, я должна знать, он, он и в самом деле пытался меня убить». «А что говорит он сам?» «Что охотился на дроздов для пирога, или ему удалось сбежать после того, как я отключился?» Выражение лица изменилось. «Нет, он не сбежал». «Но боюсь уже не сможет ничего рассказать. Когда вы бросили его, голова его ударилась о край фонтана, и, в общем, мистер Хелм, он мертв». Некоторое время я молчал. Приятно было узнать, что, несмотря на мои сентиментальные глупости, с заданием я управился, но говорить об этом слух я, естественно, не стал. «Боже мой!» прошептал я. «Господи, я совсем не хотел убивать этого бедолагу». «Бедолагу?» неожиданно резко переспросила девушка. «Хорош бедолага!» «Вы забываете, что он, судя по всему, пытался убить меня и чуть было не застрелил вас?» «Доктор говорит, дюйм в сторону, и вы были мертвы». «Я не особенно кровожадный человек, мистер Хелм, но все равно не могу назвать этого маленького мерзавца бедолагой. По-моему, он получил по заслугам». «Когда вы закричали, я оглянулась и увидела, как он целится в меня из этого ужасного пистолета, а потом он повернулся к вам». Она вздрогнула и замолчала. «Может быть, я веду себя как маленькая, но меня еще никогда не пытались убить. У меня это просто в голове не укладывается. Почему, мистер Хелм, почему кто-то решил меня убить?» Я с трудом поспевал за всеми нюансами. Мой рассудок отказывался сосредоточиваться на ней. А может, меня подводили глаза, хотя не могу сказать, что смотреть на нее было неприятно. Есть нечто особенно привлекательное в девушках, особенно если это маленькие блондинки с чистой, гладкой и нежной кожей лица, тем более, что у этой девушки хватило ума не прятать ее под слоем макияжа, так что выглядела она весьма соблазнительно, да к тому же проявляла незвурядные актерские способности. Мне оставалось только изумляться, для кого разыгрывается весь этот спектакль, напрашивался единственный логичный ответ. Для меня я еще раз облизал губы. Это что, еще один риторический вопрос, мисс Роквелл? Девушка быстро прямо вдула его пистолета. Этого оказалось недостаточным, чтобы разрешить ваши сомнения. Простите, она виновата улыбнулась. Просто в это так трудно поверить, мистер Хелм, никак не могу сжиться с этой мыслью. Мне, наверное, хотелось, чтобы вы еще раз подтвердили то, что я видела собственными глазами, и убедили, что мне это не приснилось. Я проговорил. Так вот, у этого маленького человечка действительно было оружие, странного вида пистолет с телескопическим прицелом. Я видел, как он собрал его, зарядил, навел на вас, взвел курок, если я не напутал с оружейной терминологией. Мне показалось, что ему не следует позволять сделать следующего шага, нажать на спуск, да, мисс Роквилл, думаю, можно с полной уверенностью утверждать, что он замышлял именно убийство, а в качестве жертвы выбрал вас. Но я никогда не видел его раньше, с какой стати. Так вы вообще его не знаете. Девушка покачала головой. Мистер Хелм, мне позволили взглянуть на него, чтобы убедиться, ощущение не из приятных. Но он мне совершенно незнаком. Именно это меня больше всего удивляет и пугает. Буду вам очень признательна, если вы хоть как-нибудь объясните все происшедшее. Откуда мне знать? Я тоже знаю его не больше, чем вас. В чем дело? вы должны знать его. В противном случае почему? Она замолчала. Это заставило меня нахмуриться. Мышление давалось мне с трудом, но я уже понял, что без него не обойтись. «Что вы имеете в виду?» спросил я. «Почему это я должен его знать? Я вообще не знаю на сау никого, за исключением, разве что водителя такси, которому остался должен несколько баксов за незаконченную экскурсию, да и то не могу припомнить, как его звали, Поль, Майк, Стив или что-то в этом роде. Я всего лишь увидел, как некий неприятный тип целится в красивую девушку, а поскольку в душе я идеалист, то решил, что ему нужно помешать и осторожно прикоснулся к заментованной голове. Может быть, это научит меня в следующий раз быть умнее и не лезть в чужие дела? Я вовсе не хочу выглядеть неблагодарной или недоверчивой, быстро проговорила она. Конечно, я чрезвычайно признательна за то, что вы для меня сделали. Я просто пытаюсь понять, если вы не знали мистера Меншика, кажется, так назвала его полиция, то почему вы прятались рядом с ним в кустах или вы следили за мной? Некоторое время я молча смотрел на нее, потом, опять же, потому что понял, что без этого не обойтись, откинул голову и громко расхатался, после чего резко замолчал и стал ждать, пока отхлынет ослепительная боль. — Не смешите меня, Лейси Роквилл. Мне больно смеяться, прошептал я, когда вновь обрел способность говорить, но... Я прервал ее. — Послушай, малышка, я разъезжал по городу в этом такси и любовался достопримечательностями. Утром я позавтракал у себя в номере в гостинице и выпил огромную чашку кофе. Водитель собирался показать мне еще какие-то места. Я согласился, пусть уж отрабатывает мои деньги, но в здешних краях не так-то просто найти некоторые удобства. Вот я и попросил парня высадить меня там, где кусты казались особенно густыми, и подождать за воротами. Понятно. Естественно, что в данном случае мне не слишком хотелось, чтобы меня увидели. Поэтому, когда я услышал чьи-то шаги, то запрятался чуть дальше в эти заросли в надежде, что он уйдет, но он не уходил. Когда я увидел, что он собирается сделать, то пришел к выводу, что, как добропорядочный гражданин, обязан оторваться от первого занятия, застегнуть молнию и попытаться его остановить. Я пристально посмотрел на нее. В чем дело, мисс Роквилл, вы покраснели? Она и в самом деле покраснела, для чего ее чувствительная кожа подходила, как нельзя лучше. Прежде чем она успела заговорить, дверь распахнулась, и палату заполнили. Официальные лица всех чинов и рангов, как в форме, так и в штатском, возглавляли процессию. Грузный, темнокожий мужчина с короткими седыми волосами и воскомерным выражением на лице, и значительно уступающий ему в возрасте симпатичный белый мужчина. Они были одеты в гражданские костюмы, но позади теснились полицейские. Молодой человек обратился к девушке, которая поднялась им навстречу. Превосходно! Мы все записали на пленку. Благодарю вас за помощь, мисс Роквилл, теперь вы можете идти. Девушка направилась к двери, не оглядываясь на меня. Я окликнул ее. Мисс Роквилл, она остановилась, но на меня по-прежнему не глядела. Я продолжал. Вы меня удивляете, мисс Роквилл. Оказывается, вы просто маленькая грязная тварь. В следующий раз, когда я увижу, что кто-то пытается вас убить, я помогу ему прицелиться. Успокойтесь, успокойтесь, голос принадлежал высокомерному чернокожему господину. Мисс Роквилл просто выполняла наши указания, мистер Халм. Вы должны быть ей признательны, она отвела или помогла вам отвести от себя всяческие подозрения. Подозрения в чем, спросил я, в том, что я спас ее грязную маленькую жизнь. Теперь-то я понимаю, что сделал это зря, но откуда мне было знать это заранее? Мистер Халм, пожалуйста, на этот раз отозвался белый, более молодой мужчина. Он повернулся к девушке. Идите, мисс Роквилл, пожалуйста, не уезжайте из города и не меняйте гостиницу, не предпредив нас. Когда мисс Роквилл исчезла за дверью, он обратил свое внимание на меня. Детектив инспектор Кроуфорд имеет в виду, что в случае смерти человека всегда возникают определенные вопросы, даже если этот человек и сам был профессиональным убийцей. Я позволил своим глазам изумленно расшириться. Боже мой, профессиональный убийца, в какую же историю я влип. Он заклебался. Нам удалось выяснить весьма интересные вещи о покойном мистере Меншике. Это достаточно известная фигура международного уровня. Какие-то причины вынудили неких людей срочно избавиться от этой самой маленькой девушки, точно так же, как некогда они избавились от Троцкого. Во всяком случае, они наняли для этой работы очень дорогого специалиста. У мистера Меншика длинный и весьма впечатляющий послужной список. Вам это следует знать на случай возможных осложнений. Я скривился. Огромное вам спасибо. Другими словами, вы хотите сказать, что я проломил башку высококлассному коммунистическому снайперу или ликвидатору или устранителю, или как их там называют в кино, и кому-то это может серьезно не понравится? Он осторожно произнес. Это достаточно маловероятно, сэр, но все-таки думаю, вам не следует забывать о подобной возможности. Ну, вы меня совсем утешили, хмуро заметил я. А как к этому относитесь вы с своими друзьями и вездесущими микрофонами? Вам это тоже не нравится? Нет, нет, возразил он. Что вы, мистер Холм, мы весьма довольны. Нам вы оказали серьезную услугу. Нам здесь вовсе ни к чему в сети не правда ли, инспектор? Если бы еще несколько таких, как вы, храбрецов, засучили рукава и избавили нас еще от нескольких мерзавцев вроде Меншика, мир стал бы намного лучше. Нам просто следовало убедиться, что мы действительно имеем дело со случайным прохожим, который действовал исключительно из благородных побуждений. История, как всегда, сработала. Я, конечно, не принял всех его излияний за чистую монету. Даже с пробитой головой я умею улавливать иронию, но он дал ясно понять, что пока принимается игра на предложенных мной условиях. Достаточно не бояться унизить свое достоинство и сознаться в некоем слегка дискредитирующем тебя поступке, как, например, прогулка с определенной целью в кусты городского парка, и тебе сойдет с рук все, что угодно, даже убийство. Спустя какое-то время все они ушли. Я уснул. Неожиданно настало утро. Голова у меня прояснилась настолько, чтобы принять участие в стандартной процедуре с участием докторов и медсестер. Здесь, как и повсюду, преобладали черные лица, правда, теперь на фоне белых халатов. Я получил завтрак, который не отличался особым вкусом, а может, мой рот не слишком различал вкус. Чуть погодя, дверь осторожно приоткрылась, и в образовавшуюся щель проскользнула все та же маленькая блондинка. На ней было наглаженное короткое белое платье, на которое не спадали тщательно причесанные светлые волосы. Этим утром она явно задала с целью произвести на кого-то положительное впечатление. Предположительно, объектом предложения ее сил был я. Мистер Хелм, оставьте меня в покое, оборвал я, но я протянул руку и нажал кнопку звонка. Персонал сработал отлично. Почти в то же мгновение на пороге появилась черная медсестра, во всяком случае, я предположил, что это медсестра, поскольку не слишком разбирался в рангах местного персонала, который поинтересовался, что мне нужно. Будьте так, любезно обратился я к ней, выгоните из палаты эту пташку, она мешает выздоровлению пациента. Лейси Роквилл вышла с укоризным выражением на лице. По привлекательности она ничуть не уступала Эстер Банни, и отнюдь не хотел расстаться с ней навсегда, но, думаю, мне это и не грозило. Я продолжал лежать, всматриваясь в потолок, и, наконец, в дверях появился Фред с достаточно безразличным выражением на лице. Простите за беспокойство, сэр, но мне разрешили к вам зайти. «А, вы тот водитель, который...» «Конечно, я ведь так и не расплатился с вами. Кажется, мой бумажник лежит в ящике стола. Достаньте его, пожалуйста». Когда он подошел поближе, я тихо произнес «Осторожно, палата прослушивается». Фред пкачал головой. «Уже нет, они убрали аппаратуру прошлой ночью, мистер Хан. Они удовлетворены». «Возможно», сказал я. «Этот белый, который приходил с инспектором Кроуфордом, знает больше, чем говорит». «Вы о нем что-нибудь знаете?» «Пока немного», ответил Фред. «Он не местный. Насколько нам известно, приехал из Лондона. Специалист, но какого рода. Назвался Педлинтоном, Рамсеем Педлинтоном. Пользуется полной поддержкой местных властей, что весьма примечательно. При теперешнем состоянии отношений из Британии тамошних чиновников редко встречают с распростертыми объятиями». Фред заклебался. «Это был смелый поступок, мистер Халм. Управиться с Минском голыми руками». Я посмотрел на него с удивлением, к которому, возможно, примешивалось некоторое разочарование. «Храбрость интересует только любителей, а я не люблю, когда мне помогают любители». «В пушке этого парня был всего один заряд», сказал я. «Весил он сто тридцать фунтов. Я же переваливаю за двесть, когда перестаю следить за собой. Мне должно быть стыдно, что такой малыш проделал мне дырку в голове». Я сделал паузу, после чего продолжал. «Мог ли он связаться с кем-то в промежутке между тем, как вы встретили его в аэропорту и передали мне в гостинице?» «Если б я видел, что он с кем-нибудь связался, я бы обязательно дал вам знать, мистер Холм». Голос Фреда прозвучал холодно. Я его обидел. Предполагалось, что он, как и мы все, не испытывает эмоции, но он, тем не менее, их испытывал. Я совсем забыл, что англичане немного помешаны на храбрости, а местные островитяне хоть и борются сейчас за освобождение от колониального впитали в себя все туже, твердолобую традицию. Вдобавок я поставил под сомнение его компетентность как профессионала. «Успокойся, амиго», сказал я. «Ты не хуже меня знаешь, что существуют сигналы, которые просто невозможно заметить, если о них не предупрежден. Операция разрабатывала заранее, потому как в противном случае он бы не успел ознакомиться с деталями и выйти на цель. Это сомнение не вызывает». Но по прибытии Минск должен был получить подтверждение, что за время его путешествия ничего не изменилось. Поэтому представляется вероятным, что некто в аэропорту, в гостинице или где-то по дороге дал ему окончательный зеленый свет. Возможно, это был ничем не примечательный прохожий, который высморкался в свой грязный платок. В этом случае нам не повезло. Однако, скорее, связным стал кто-то из людей, с которыми приходится иметь дело обычным туристам на предполагаемом пути его следования. Например, водитель такси. Я сам доставил его в гостиницу. Сухо заметил Фред. Я улыбнулся. «Значит, этот вариант можно исключить. А остальные? Кто переносил его багаж в аэропорту? Прописывал его в гостинице? Обслуживал в ресторане? Проклятие! Может, невероятно медленное обслуживание тоже своего рода сигнал, хотя здесь это, кажется, в порядке вещей? Ты оказал бы мне огромную услугу, если бы занялся проверкой всех этих вариантов». Фред кивнул и немного расслабился. «Вот отлично! А теперь, что вам удалось разузнать о девушке?» Лесси Матильда Роквилл, 24 года, проживает в Интер-Харбор, штат Мейн, не замужем, окончила Мейнский университет, изучала океанографию в Водсхоул, где это понятия не имею. Это маленькая дама, опытный аквалангист, ехтсмен, серфингист и, короче, насколько нам известно, умеет обращаться со всем, что только встречается на воде и под водой. Похоже, ко мне так и притягивала морских волчиц, не расстающих со шкотами и фалами. Ну, что ж, иногда и они могут пригодиться. Не исключено, что это как раз тот случай. И чем же она занимается? Океанографией? Поинтересовался я. Нет, сэр, ответил Фред, она разыскивает человека по имени Харлан Энос Роквелл. Ему двадцать два года, и он приходит с ей младшим братом. Кажется, он начинающий мореплаватель, одиночка, следующий по стопам покойного сэра Фрэнсиса Честера. У парня имелась двадцати четырехфутовая яхта Star Trek, названная, по-видимому, в честь телесериала. Он приобрел каркас, отремонтировал его и подготовил для плавания в океане. Исчез в конце этого лета, когда направлялся в сторону Виргинских островов через Нортис Провиденс Чаннел. Вам это о чем-нибудь говорит? Продолжение следует...